Алексей и Надир обладатели BlueCard, так называемой голубой карты. Оба около года назад переехали из России в Германию по упрощенной программе миграции для высококвалифицированных специалистов. Мне хотелось заниматься чем-то, что меняет мир. Здесь пришло предложение, меняющее мир. Тот опыт, который я потом в дальнейшем планирую монетизировать в России, который я здесь приобретаю, конечно, в России я бы не смог приобрести. Надиру 29 лет. Он родился и вырос в городе Стерлитамак в Башкирии. Потом учился в Москве, остался там, прожил 12 лет. В принципе, сколотился на плохую карьеру, которая позволила переехать в Германию. Предложение поработать в крупном немецком концерне Bayer он получил от рекрутера через социальные сети. Надир – один из 11 тысяч иностранцев, получивших голубую карту Германии в первом полугодии 2017 года. Большинство из переехавших квалифицированных специалистов – граждане Индии и Китая. Россияне – на третьем месте. На них приходится 6,5% от числа всех выданных голубых карт. Далее следуют Украина и Сирия. Для получения голубой карты необходимо предоставить в консульство диплом об окончании вуза, а также трудовой договор или гарантированное предложение рабочего места из Германии. Размер годовой зарплаты до вычета налогов должен составлять минимум 52 тысячи евро. Для наиболее дефицитных профессий – IT-специалистов, врачей, математиков и инженеров – эта планка ниже – чуть больше 40 тысяч. Визу Надир получил в течение нескольких дней. Сегодня он отвечает за внутреннюю коммуникацию в одном из крупнейших отделов концерна – IT. Это почти 12 тысяч человек и фактически компания в компанию. Нужно существующие решения топ-менеджмента в IT, нужно доносить до каждого сотрудника. Владеть немецким языком для получения блюкарт вовсе не обязательно. У Надира, например, общение на работе происходит на английском. Правда, он по собственной инициативе намерен в совершенстве овладеть и немецким. Поэтому в свободное от работы время он берет частные уроки по скайпу. Я Геннад. Помимо языка, один из важнейших вызовов для него – особенности межкультурного общения. Ведь подход к работе в Германии и России во многом различается. Несмотря на то, что у нас есть поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь», у нас отмеряют раз два-три максимум. Мне кажется, что «семь раз отмерь, один раз отрежь» – это очень немецкая поговорка. Потому что я думаю, что они будут отмерять раз 30. Потом подумают еще раз и пройдут этот же цикл еще раз, просто для того, чтобы быть уверены, что они правильно отмеряли все эти 30 раз. И это действительно у меня уже было пару так называемых эскалаций. То есть ситуации, когда было недопонимание с коллегами. За год в Германии Надир адаптировался к местным реалиям. Нашел возможность заниматься любимым спортом и завел друзей. Среди них есть как немцы, так и русскоязычные. В свободное от работы время Надир любит гулять по центру города вместе с друзьями. Это все-таки большой, большой мегаполис в контексте страны. Потом также меня очень сильно обрадовало, что здесь есть большое комьюнити, международное комьюнити, много иностранцев. Что, конечно, помогло мне потом найти каких-то друзей, найти себя, организовать себе какую-то социальную жизнь. У Надира даже уже появилось любимое место в Кёльне. И вот если посмотреть на дома сзади меня, то там стоят здания в виде кранов. И вся эта локация, это бывший порт, который недавно перестроили. Он, собственно, выглядит таким образом, что здесь ощущение, что ты находишься в сети. Но все же есть в Германии одна вещь, которая не устраивает Надира. Для меня немецкая кухня – это личная боль. Я ее решаю с помощью того, что летаю раз в две-три недели в Москву, для того, чтобы поесть мою любимую, нормальную для меня еду. Это грузинско-узбекская кухня. Я очень люблю, я летаю, встречаюсь с друзьями и таким образом спасаю себя. Как и Надир, Алексей переехал в Германию около года назад по программе «Голубая карта». Не один с женой Анной и собакой. Перевести семью в рамках программы «Блю карт» очень просто. С «Голубой картой» все упрощается. Например, можно покинуть Германию в 12 месяцев, если по каким-то обстоятельствам нужно уехать. И потом вернуться, и она снова продолжится. Смена работодателей, по-моему, облегченный вариант. Так что она дает, конечно, упрощение, и она выдается на больший срок, чем разрешение на работу. Решение о переезде в Германию супруги принимали вместе. Анна ходит в Бонни на интеграционные курсы и учит немецкий. Немножко, конечно, скучаем. Первые полгода, как говорится, самые тяжелые, потому что все незнакомое. Вначале есть ощущение, что как будто бы приехали в отпуск. Но потом проходит 2-3 недели, и понимаешь, что отпуск уже вроде бы должен закончиться, а обратно в родную обстановку ты не возвращаешься. И вот тут начинается все самое интересное. На работу Алексей добирается, как многие немцы, на велосипеде. Дорога занимает всего четверть часа. Программист работает в стартапе, цель которого – произвести революцию в мире автобусных перевозок. Мы хотим стать центральным звеном в общении между автобусными компаниями и партнерами, то есть распространителем билетов, агентами. Программисты – одна из самых востребованных профессий в Германии. Алексей, как и Надир, получил предложение о работе через социальную сеть LinkedIn. Язык общения в стартапе, как и в случае с Надиром в крупном концерне, английский. Алексею нравится неформальная рабочая атмосфера в офисе. Здесь нет дресс-кода и строгого рабочего графика. В перерыве можно поиграть в компьютерные игры. Сотрудники компании во всем помогают петербуржцу. Будь то аренда квартиры или решение других бюрократических вопросов. Алексею и Анне нравится жить в Боне. В свободное время они любят гулять по набережной Рейна, неподалеку от дома. В Боне их привлекает близость к природе. А еще им нравится историческая архитектура в центре города. За год в Германии Анна и Алексей овладели немецким настолько, что общаться на нем с продавцами и официантами уже не составляет труда. Они объездили многие крупные города Германии, побывали в соседней Бельгии и Франции. Добраться из Бона в Париж, Брюссель или Берлин можно всего за несколько часов на машине. Вон просто шикарный город. С одной стороны он маленький, небольшой, компактный. С другой стороны здесь можно найти все, что душе необходимо. И в музее, и развлечения, и театры, и кино. Пока мы осматриваемся в Германии, пока пытаемся понять, как здесь живется. Планы непонятные. Пока все нравится. Окончательное решение о том, где они будут жить в будущем, Анна и Алексей пока не приняли. А вот Надир, получив ценный опыт работы в Германии, через несколько лет планирует переехать в другую страну. Или вернуться в Москву. Германия, мне кажется, отличная страна для меня. Я говорю про свой опыт. Для того, чтобы узнать, как это работать вместе в одной команде с множеством культур различных. О том, чтобы понять, как я нахожу себя в системе координат другой культуры. Но если говорить о семье, то я не планирую оставаться здесь и заводить семью, или жить в семью здесь, в Германии. За год в Германии Надир сумел продвинуться по карьерной лестнице. В скором времени он перейдет в другой отдел. И будет отвечать за имидж Байера как работодателя на мировом уровне. А это значит рост как зарплаты, так и ответственности.